Всем привет! И сегодня я расскажу вам о игре компании Gameloft, которая ранее была доступна только на маке, Битва Танков. Поехали! Данная игра по своему оформлению очень похожа на Блицбригаду, копию Team Fortress, а той же геймлофт, которую я обозревал несколько месяцев назад. А если выражаться простым языком, то выполнена она в мультяшном стиле, что никак не огорчает, а наоборот даже радует, так выглядит тут все на 5 с плюсом. Смысл игры тут просто как два пальца, что в принципе и понятно из названия. Тут вы будете сражаться с танками. Существует два режима игры, одиночный и мультиплеер. Правда на данный момент мультиплеер еще не работает, так доступна игра пока только в Новой Зеландии. И тратить мощь серверов бессмысленно, но я думаю уже в ближайшее время можно будет насладиться и им. В одиночном же режиме все просто. Вам можно сражаться с другими танками, рушить сооружение и собирать монеты, которые вам понадобятся для прокачки танка. И кстати, так как игра бесплатная, боюсь у вас будут проблемы с внутренней игровой валютой. Копейки долго копятся, а о зеленых куперах так вообще молчу. Шанс получить хотя бы 10 будет встречаться очень-очень редко, а ведь именно ими и оплачиваются основные модификации. А под модификациями, разумеется, подразумеваются улучшение брони танка и улучшение оружия. А вкладывать туда деньги глупо, так как внутренние игровые покупки, ну очень уж дорогие. Управление тут предельно простое и понятное. Все, что вам нужно делать, это управлять джойстиком с левой стороны экрана и пальцем правой руки тыкать в направлении, куда танк должен выстрелить. Зарвать танк противника можно только попав в корпус. Обороняться от выстрелов противника можно стреляя по их снарядам. Не всегда получается, но все же работает. Также можно пользоваться рикошетами от стен, если вы хотите попасть с противника из-за угла. На поле боя вы можете расставлять автоматические пушки с самонаводящимися снарядами, мины и тому подобные прибомбасы, которые на сложных уровнях не раз спасут вас от явного поражения. Как я говорил, чтобы обойтись без доната, вам нужно будет разрушать все, что вы видите. Склады, разбиваемые ограждения, ну и само собой разумеется танки противников. И после них собирать все монеты, причем в течение 10 секунд. Баксы же вы получите, если произвести несколько уровней подряд на 3 звезды. Правда, это не факт. В синглплеере существует 80 различных карт, а значит и 80 уровней, так как на каждом уровне она разная. А в мультиплеере 10. Еще раз напомню, что на данный момент он не работает, так что придется подождать выхода игры в сторах других стран. А атмосфера в игре потрясающая, и именно таких игр не хватало App Store. Затянуло меня прям как танчики на Тетрисе, в которые я мог рубиться несколько часов, доходя до последнего уровня. Подводя итоги, хочется отметить, что у игры отличная графика, замечательное звуковое сопровождение, интуитивное управление, разнообразные карты и мультиплеер. А к минусам хочется отнести только донат. Лучше бы продавали игру за 300 рубля, но она была без него и не портила все ощущения. В общем, рекомендую всем, а особенно тем, кому нравилось играть в танчики на Тетрисе. Доступна игра пока только в Новой Зеландии, в остальных сторах пока неизвестно, когда появится. Может быть даже сегодня. А с вами был AppleExpert, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, фолловьте меня в Твиттере и Инстаграме. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok